Когда-то работа модели считалась непрестижной, обрались за нее лишь девушки из очень бедных семей. Но со временем ситуация кардинально поменялась, сегодня топ-модели не менее популярны и узнаваемы, чем звезды Голливуда. Эль Макферсон Трудно представить, но в юности Эль Макферсон мечтала быть юристом. Но мир повезло, и красавица-блондинка стала одной из первых супермоделей. Иммон Модельному пути Иммон позавидует любая начинающая звезда подиума. Она была музой Синлорана, а поработать с ней считал за честь такой гуру фотографии, как Ричард Эведан. Тайра Бэнкс Все победы Тайры сложно перечислить. В первом сезоне в качестве модели она вышла на Кодиум в 25 шоу, затем стала первым темнокожим ангелом на обложках в GQ и Sports Illustrated. Наоми Кэмпбол Когда-то Черная Пантера покоряла мир моды вместо того, чтобы бросаться телефонами в нерадивых помощниц. Кэмпбол – одна из немногих супермоделей 90-х, которые до сих пор принимают участие в показах недель моды. Синди Кроуфорд Синди планировала реализоваться в ядерной физике, но собранные ради любопытства портфолио решило ее судьбу, сделав звездой модельного бизнеса. Сегодня в роли модели себя пробуют уже дети Синди, сын Пресли и дочь Кая. Кейт Мосс Кейт уникальна во всем, нестандартная внешность и небольшой рост совсем не мешают ей быть суперзвездой модельного бизнеса. Клаудия Шиффер Клаудия Шиффер получила звание Бриджит Барда от моды. Роскошная блондинка долгое время являлась воплощением грез мужчин всего мира, представляя такие бренды, как и Лорейл, Гэш, Оупл. Ева Герцегова Переломным моментом в карьере Евы стала рекламная компания Ван Дорбро. Сегодня Ева активно снимается в кино и считается одной из лучших моделей Ктвис. Кармен Касс Эстонка Кармен – одна из любимых моделей Анны Винтур, чье расположение заслужить очень нелегко. А карьера Касс началась с Костинка Ченнел. Жизель Бундхин Бразильянка Жизель установила настоящий модельный рекорд, оказавшись на 10 обложках Волк всего за 4 года. 10 лет назад Бундхин возглавляла список самых высокооплачиваемых моделей мира. Карли Клосс Карьера Карли началась в 16 лет. Юная модель в свой первый сезон вышла на подиум в 64 шоу, после чего стала музой эпатажного Джона Гальяна и ангелом Виктория Сикрет. Как у Роши Рыжеволосая красавица Каков писала свое имя в историю моды, открыв один из показов Джин Пол Голтер исполнением традиционного ирландского танца. У Роши есть русские корни, которыми девушка очень гордится. Карли Левень Британская красотка Кара начала карьеру модели в 10 лет, а спустя время стала новой музыкой Карла Лагерфелли и Дома Борбери. Недавно Ди Левень заявила, что решила сосредоточиться на кино. Наталья Водянова Весь мир, знаете, обожает историю Натальи Водяновой, русской золушки, которая продавала цветы в Нижнем Новгороде, а затем покорила мировые подиумы, став супермоделью. Наташа считается одной из самых профессиональных звезд модного бизнеса и любимицей именитых фотографов, она всегда разная и способна преображаться в кадре до неузнаваемости. Наташа Поли Еще одна русская модель – Наташа Поли. Она шла к славе поступательно. Сначала блондинка из Перми заняла второе место на конкурсе No Model Today, а спустя 4 года появилась в шоу на неделях моды в Париже, Милане и Нью-Йорке. Саша Пивоварова Крестным отцом Сашиной карьеры стал ее муж, фотограф Игорь Вишняков, который отправил фотосессию возлюбленной в агентство AMG Models. Результатом стал трехлетний контракт с продая стремительный взлет на вершину модельного бизнеса. Саша Луз Ко Луз взорвала мир моды в 2013 году. Сейчас за плечами Луз съемки в громких рекламных кампаниях. Но Саша откровенно признается, что модельная карьера для нее не самое главное. Девушка успевает совмещать работу с учебой на литературном факультете Кембриджского университета.